Спикер ЗАГС Собрания Пермского края прямо на пленарном заседании продвигает интересы своих предприятий. И никто этого не замечает. Кроме нас, конечно. Мы все увидим и расскажем вам в нашем видео. Спикер Краевого парламента Валерий Сухих на пленарке в феврале, неожиданно для всех, начал задавать руководителю Пермского УФАС Александру Плаксину очень странные вопросы. Вот если мы говорим про философию службы, это все-таки шашечки или ехать? То есть вы за что отвечаете? Прежде всего мы контрольный орган. То есть вы за шашечки? Ну, теруправление, если говорить именно о территориальных управлениях ФАС, это, конечно же, прежде всего контрольный орган. Говорить, если о федеральной службе в целом, безусловно, это не только контрольные функции, но и нормотворчество в том числе. На самом деле это штука очень важная. Потому что если не отвечаешь, например, источник заработной платы вашей, фондов формирования, или от валового внутреннего продукта регионального, или от количества погибших предприятий на территории края. Чем больше погибло, тем больше у вас зарплата. Есть, например, сотрудники у вас. Значит, сотрудники ищут применение, объекты, которые хулиганят, значит, там на рынке. К сожалению, получается иногда так, что эти предприятия проходят все инстанции судебные, вплоть до Верховной. И получается, что антимонопольный комитет проигрывает. Вот с этими сотрудниками, которые, значит, пили кровь на протяжении нескольких лет, значит, вредили, как бы, там, бизнесам, там, и так далее, и так далее. С ним что происходит? Они ордена получают, медали. Все дело в том, что летом УФАС выписала предписание о картельном сговоре двум фармацевтическим компаниям, Пермфармация и Фармасофт. Они договариваются между собой на торгах по поставке лекарств, готовят друг для друга документацию, синхронно высылают заявки, арендуют друг у друга офисное помещение и оборудование. И на конкурсах, естественно, практически не снижают цены. По очереди выигрывают контракт. Мы делали расследование и доказали, что на самом деле Пермфармация и Фармасофт – это одна компания. Их офисы расположены в одном здании по адресу Ладыгина, 57. У них указан одинаковый телефонный номер, а в Фармасофт числится всего два сотрудника. Директором компании Пермфармации все 90-е годы был Сухих. А в 2000-е годы, когда Сухих был вице-премьером правительства, правительство компанию приватизировало и продало за бесценок друзьям Сухих. Сухих тогда и сейчас всячески отрицает свою связь с владельцами Пермфармации. Но достаточно погуглить, чтобы определить связь. Олег Сюзев также является директором и соучредителем ООО «Вита Плюс». В соучредителях этой компании Светлана Сухих и Владимир Сухих – брат и сестра спикера. Кроме того, «Капитал-Ф» являлась учредителем компании «Время Плюс» наряду со Светланой Сухих. Все они зарегистрированы по одному адресу – улица Ладыгина, 57. Вероятно, Олег Сюзев – номинальный владелец фарм-империи Валерия Сухих. Теперь компаниям грозит штраф до 50 миллионов рублей, а их руководителям – лишение свободы до трех лет. Арбитражный суд Пермского края полностью отклонил жалобы этих компаний и подтвердил картельный сговор. Вот решение суда, в котором так и говорится, что компании действительно были связаны друг с другом и что их связь повлияла на то, что цены во время торгов не снижались. 25 февраля будет очередное заседание по апелляции на это решение, и Валерий Сухих, видимо, таким образом, со своего трона председателя, прямо в ЗАГС собрании, решил уговорить УФАС, ну, пожалеть эти компании. Друзья, в сентябре состоятся выборы. Депутаты, которые наживаются на лекарствах и подделывают конкурс, не снижают цены и продают нам лекарства втридорого, чтобы заработать побольше, не должны находиться в высшем законодательном органе Пермского края. И наша обязанность не допустить их победы в сентябре. Многие, кто смотрит этот ролик, до сих пор не зарегистрировались в умном голосовании. Думают, что еще много времени. Времени, ребят, мало. Вы можете забыть, не встретить больше напоминания или сайт могут заблокировать. И мы не сможем прислать вам наши рекомендации. И тогда Сухих снова заставит бюджетников проголосовать за него и победит. Регистрируйтесь в умном голосовании прямо сейчас. И тогда мы точно сможем победить единороссов. Подписывайтесь на наш канал и помогите нам любой суммой. Ссылка в описании. Деньги пойдут на штрафы осужденным за шествие в Перми. Один за всех и все за одного.